Продолжение следует... Ежедневно сотрудничать с Лидией эта съемка стала маленьким откровением. Что делать? Лицо рязанской полиции по долгу службы не положено сантименты. Дома я проще, дома семья, дочка. С дочкой нельзя строго, потому что я мамочка для нее, я для нее подруга, так же, как и она для меня. Как ее главный кумир Юрий Гагарин, шагнувший однажды в неизвестность, вот уже много лет она сама покоряет другие необъятные просторы – передачи информации. Информационная политика ведомства значительно поменялась, то есть вот этот шаг к открытости, к доверию граждан, к публичности, значительно поменялись наши приемы работы. Поэтому я не могу сказать, что я вот за это время заскучала. Только за последние два года дружить с полицией получили возможность тысячи подписчиков Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассников. Обыватели всегда в курсе последних новостей, а местная пресса уже не докучает размытым вопросам, что новенького. Обязательно две-три новости в пятерке Яндекса у нас ежедневно есть, то есть это все благодаря нашей команде, все работают очень слаженно. Общение в социальных сетях, оно приближает нас к людям и проще. Многие пишут, что-то спрашивают просто. Сегодня работа пресс-службы УМВД не имеет сезонности, праздников или времени суток. Происшествия не спрашивают, когда заканчивается рабочий день или запланирован отдых. Но в ее небольшом отделе на график никто никогда не жалуется. Я могу без преувеличения назвать свою работу любимой. Вот она, ее скромная маленькая вселенная, без привычных девичьих атрибутов и яркой мишуры. Большие кабинеты не люблю, потому что в них неуютно. Ее команде хватает творчества в работе. Помимо сухих протоколов приходится изучать азы монтажа, разновидности съемки и приемы подачи информации. За день успевают по нескольку раз побывать и в должности оперативников, и в шкуре журналистов. Твердая четверка есть. То есть мы вполне, скажем, по картинке, по монтажу наши материалы устраивают вполне... Как минимум региональное телевидение. Как минимум региональное телевидение, да. Сюжеты нашей пресс-службы МВД охотно берут даже федеральные телеканалы. Когда пишешь сама, конечно, все это запоминается. И когда вот вы приезжали за комментарием, то есть всегда это без бумажки. А сейчас нет времени самой писать. В основном тексты пишут у меня сотрудники, поэтому у меня сейчас такой импровизированный суфлер. Распечатываю, приходится... Это, конечно, может быть, не самый признак профессионализма, но просто нехватка времени для того, чтобы заучивать для комментариев эти тексты. В хорошей форме идти в ногу со временем гораздо легче, решила моя героиня и отправилась в спортзал. С недавнего времени там она проводит по два часа пять раз в неделю. Обычно же мы девочки как вот... Ой, там прическа, макияж, все. Спортзал – это единственное место, куда я могу прийти и не задумываться, что у меня с прической, что у меня с макияжем. Я просто полностью отключаюсь, погружаюсь в этот процесс. Лидия из той удивительной и довольно редкой породы женщин, которые успевают следить за собой и при этом оставаться хорошей хозяйкой и прекрасной мамой. Не каждый из нас в разгар рабочей недели готовы печь пироги, если ребенок пригласил полкласса друзей. Я там стою в пять утра, если я не успеваю, я буду вставать раньше. Оперативность и мобильность в ее жизни присутствовали всегда. Она получила водительские права, когда в моду только входило слово «автоледи». Машина – это такая банальная экономия времени просто. Я люблю ходить пешком, но я не могу себе этого позволить. То есть я не с тех, кто тут, я не пойду пешком, там все. Мне очень нравится, и когда даже появляется какая-то возможность пройтись пешком, я получаю огромное удовольствие от этого. Но при этом я иду, и у меня так задняя мысль так, я столько-то времени потеряла. Вот за это время я могла бы сделать то-то, то-то, то. Лидия считает своей прямой женской обязанностью все успевать. Хоть блинчики по утрам, хоть конфеты ручной работы. Это на службе, она на передовой. А дома обеспечивает надежный тыл своего мужа, тоже сотрудника полиции. Он меня покорил заботой, потому что, ну, ни для кого не секрет, что для нас женщина очень важна забота. Вот, когда ты, ну, за тебя кто-то какие-то вещи продумывает, может быть, придумывает твое завтра, скажем так. Вот. Вот это, прежде всего, он меня покорил надежное плечо рядом. О том, что такое быть примером, для остальных она знает с самого детства. Дисциплинированность не повесишь на вешалку вместе с формой. Это должно быть в крови. Все это на моих глазах происходило, какие-то моменты. Папа был участковым, поэтому вот такие людские судьбы, самая народная профессия, да, людские судьбы, общение с людьми. Почему-то в память врезался один единственный день из далекого детства, который, вероятно, и определил всю ее дальнейшую судьбу. Папа в основном на работе и всегда из детского сада забирала мама. И однажды зимой пришел меня забрать папа. Он пришел такой в шинели, такой весь, он высокий очень был, за два метра такой очень высокий. Вот. И он когда зашел в садик, и так все дети обомлели. Вот. И все говорят, это твой папа. Я говорю, да, это мой папа. С того времени так желание не подвести родителей, чтобы им никогда не было за место. Она помнит, с каким трепетом готовилась к строевой, еще будучи курсантом Академии права управления. И очень боялась не попасть в парадную коробку. У всех девочек было желание ходить 9 мая на строевой. То есть парад, все красиво, девушки. То есть, как каждый год все рязанцы это видят, очень хотелось пройти. Вот. И был риск за росту не попасть. Дочки Лидии и Злате уже семь. Она тоже маму и папу чаще видит в форме, чем в гражданском. Но относится к этому вопросу с большим пониманием. Пока я занимаюсь в спортзале, она у меня скачет на боксе. Вот. Сама изъявила желание, захотела попробовать, когда узнала. Говорят, что Злата скорее папина дочка. Но умение держать спину прямо в любой ситуации у нее точно от мамы. И это Лидия поняла, когда увидела, как в спарринге ее ребенок пропустил хороший удар в лоб. И вот эта вот ситуация, буквально доли секунды, и я вот для себя решала в эти доли секунды, что если она сейчас заплачет, я ее никогда больше не приведу на бокс. Вот. То есть вот она смотрит на меня, я на нее. То есть прям такая доля секунды. Она резко выдыхает, обратно встает в боевую стойку и продолжает биться. Она не верит в гороскопы, но что-то все-таки есть в том, что они с дочкой обе тельцы, родившиеся в пятницу в год крысы. Нет-нет, да и аукнется это удивительное совпадение. Лодки резиновые, все это, да, я помню, первый раз попробовала грести на веслах. Вообще совсем маленькая была, наверное, лет шесть было, где-то так. То есть до сих пор не забуду свой первый опыт, когда крутишь эти весла, пытаешься что-то сдвинуть с места и не получается, на одном месте барахтаешься. Вот у меня до сих пор почему-то такое детское впечатление яркое осталось. Мамой, которая умеет дружить и философски относится даже к двойкам, похвастаться может далеко не каждый. Ну, не сложилось с математикой, да и бог с ней. В их скромной квартире столько хороших книг, что без добрых примеров злата не останется точно. На мой взгляд, гораздо полезнее, и мне было бы приятнее, если бы она занималась тем, что ей нравится, и развивалась в том направлении, которое она выберет сама. Так что вместо кукол в их доме шахматы и головоломки, а в промежутках между домашними турнирами чтение литературы. Настоящий, с новыми хрустящими обложками и неповторимым ароматом бумаги. Личная установка Лидии как минимум по книге в неделю, чтобы кругозор не сужался. Я не из тех девушек, не из тех жен, которые требуют какие-то фейерверки. Возможно, моя героиня не самая романтичная особа, но она точно знает, что чувство уюта просыпается от запаха какао и свежеиспеченного пирога. Нахождение на кухне для меня – это такая своеобразная медитация. Что бы я ни готовила – хоть яичницу, хоть гуся, хоть пирог. Говорят, залог успеха кроется в том, чтобы чувствовать себя на своем месте. Она знает – один единственный звонок, и любой из ее команды отреагирует незамедлительно. В 2014-м именно Лидия Рудина возглавила топ лучших руководителей пресс-служб. Процессы, механизмы распространения информации, то есть результаты ее распространения – это всегда было интересно. У меня был очень хороший учитель, мой предыдущий руководитель – это Голев Владимир Иванович. То есть он меня от и до всему обучил. Иногда, правда, с улыбкой признается Лидия, было как с той лодкой в детстве. Но зато теперь ни одна волна информации не перевернет их надежный корабль. Вообще очень сложно говорить о себе сильное, слабое. Мне вроде бы кажется, что я иногда даю слабину. Но это нисколько не влияет на твердый внутренний стержень. Тем более, когда под строгой формой бьется самое обычное, большое, любящее женское сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова